Вы знаете, вот вы сейчас только что сказали о необходимости осуществления проекта «Северный широтный ход». Как вы думаете, вы в состоянии всё это сделать сами? Нет. Значит, вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина, которая называется «выравнивание доходов различных регионов», она является правильной. Если какой-то из регионов получает сверхдоходы, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы всё должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. И все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, они должны пользоваться одинаковыми правами, а это можно обеспечить только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов. И на сегодняшний день перераспределение для того, чтобы подтолкнуть развитие, оно необходимо. Но вы правы, безусловно, в том, что это не должно вести к иждивенчеству. Нужно подталкивать, поощрять регионы к увеличению собственных доходных источников. Я сейчас не буду углубляться, здесь можно много на этот счёт говорить, но это нужно делать, и, повторяю, не вдаваясь в детали, мы стараемся и будем продолжать это делать. Что касается конкретного проекта, о котором вы сказали, и вопроса, который вы задали, когда это будет осуществлено? Это будет осуществлено сразу же, как только будет призвано экономически целесообразным, когда станет понятно, что этот проект будет генерировать прибыль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуществить. Это хороший, очень нужный для экономики страны проект, потому что он будет диверсифицировать нашу транспортную систему, он будет разгружать транссиб, он будет давать возможность грузить на ямальский порт, который сейчас строится с Абета. Там много возникает возможностей. Порт, в принципе, уже функционирует. Сейчас там у нас будет одно из крупнейших предприятий создано. Этот проект эффективно развивается, я имею в виду Ямал-СПГ. Это вообще, наверное, один из самых крупных инвестиционных проектов в мире сейчас. Удивительно, что Новотеку с его партнерами европейскими и китайскими, там уже и другие представленные партнеры, и японцы там есть, удается в таких условиях, в такие сжатые сроки так двигаться по реализации этого крупномасштабного плана. Я хочу только за них порадоваться и пожелать, чтобы они все довели до конца, несмотря на все проблемы, которые им пытаются создать. Зачем? Непонятно. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и этих проблем не будет. Но для меня уже ясно, что проект будет реализован. Вот по мере реализации этих крупных проектов по производственной части будет расти необходимость инфраструктурного обеспечения. Мы, уверен, доберемся и до этого. И чем раньше, честно говоря, тем лучше.